Привет всем! Я Николай Облучанский и сегодня хочу поднять тему занятий физическими упражнениями в вечернее время. Тема интересна, потому что существует догма, суть которой в том, что занятие физическими упражнениями в вечернее время является недопустимым. Оно нарушает сон. И причем этой догмы поддерживаются даже специалисты в области сна. А как же жизнь? А жизнь говорит все совершенно по-иному. Фитнес, центры или джимы, как теперь их называют, работают в безостановочном режиме. Большинство людей занимается физическими упражнениями после работы в вечернее время. И вообще, давайте вспомним, прогулки перед сном рекомендуется всем, а чем это не физическая активность. И вот, действительно, жизнь побеждает существующие догмы. Здесь я представляю вашему вниманию результаты проведенного обзора литературы по более чем 11 тысячам литературных источников. И взятым из них 23 публикациям, по которым осуществлен мета-анализ. И что же показали эти данные? Что же показали эти результаты? А они показали, что умеренная физическая активность перед сном, по крайней мере, не ухудшает его. И авторы выполненного исследования, вот, рекомендуют такую интересную схему, чтобы ее придерживались. Посмотрите, высокая физическая активность больше, чем 2 часа до сна. Умеренная физическая активность больше, чем час до сна. А легкая физическая активность так можно сразу после нее и в постель. Иными словами, физические упражнения в вечернее время более, чем показаны. Я приглашаю вас заниматься физическими упражнениями в разное время суток, несколько раз в течение суток и обязательно за несколько часов и минут до сна, в зависимости от того, какой интенсивности физическую нагрузку вы реализуете. Если видео понравилось, прошу лайкнуть, подписаться на канал, а за комментарии особенное спасибо и до новых встреч!